Девушки отдыхают 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 Спасибо большое. Вот так он выглядит. Красиво. Так же и из космоса, кстати. Добрый день. Игорь Жданов, телеканал РТ. У меня будет вопрос к Антону Николаевичу. Антон Николаевич, это уже говорили здесь, что это ваш третий файл вот сейчас. And a question to Mr. Tingle. This is going to be your orbital debut, so to speak. But still, how have you been spending these days, your final days, before the launch here on Earth? How have you been spending time with your family, with friends? And how has the preparation been going? Thank you so much. Спасибо за хороший вопрос. Ну, действительно, третий полет. Мне тяжело вспомнить все свои эмоции вот перед первым полетом или во время первого старта. Я думаю, вот, когда будет отвечать на вопрос, он расскажет, что он сейчас чувствует. Я думаю, я чувствовал то же самое. Ну, точно помню, что немножко нервничал. Я, самое главное, боялся что-нибудь сделать неправильно, что-нибудь сломать или подвести людей, которые меня готовили. А имея уже никакой нервности, не чувствую в себе, я знаю четко план, который у нас предстоит на предстоящие сутки, дальше старт, и у нас будет совместная работа. Для меня это уже нормальная работа, как и у всех людей. Я летаю в космос. Кто-то занимается более, может быть, даже хорошим делом. И вопрос для Скотта Тимла от канала Rush Today. Это будет ваш первый полет. Как вы проводите эти предстартовые дни здесь, на Байконуре? Виделись ли вы со своей семьей, с друзьями, о чем говорили и что вообще вы чувствуете? Да, это мой первый полет. И на новом стороне, есть часть, которая меня делает немного бояться. Поэтому я занимаюсь много времени, готовясь, чтобы я готова, чтобы все правильно делать. Да, это будет мой первый полет. И одна часть эмоций, которую я испытываю, это некоторое беспокойство. Просто чтобы убедиться, что я точно все сделал, и здесь испытываю, это то, что я, наконец, впервые увижу Землю из космоса. И я очень жду этого с нетерпением. As far as the family goes, I have two kids that are living out of the house now, and one that lives in the house. And this has been an opportunity to spend some really good time with them, just before Christmas. And so we're spending a lot of time just arguing like all the families do, having fun with each other. My family is very dynamic, and they like to play jokes on each other, and it's very funny to watch. Большую часть времени мы смеемся, иногда даже спорим, как большинство семей. Моя семья очень веселая, динамичная, мы любим подшучивать друг на другом. And other than that, весело нормально. Помимо всего прочего, все нормально. Спасибо. Hi, my name is Daniela from the U.S. I have a question for Jeanette. And when you were young, did you ever think about being an astronaut? That's a great question. I did think about being an astronaut, but I never thought that they would pick me. So I decided to become an engineer. And through that route, I made it into the astronaut course. So I did a lot of studying. I went through undergraduate school, undergrad and graduate school, 11 years. So I did a lot of work in school, and then I worked for a motor company, and then for the government. I've been with NASA for about eight years. So it's a long road, but as a kid, you dream about doing a lot of great things. Keep on that road and keep doing those things, and you never know where you'll end up. Поэтому я решила стать инженером. Я очень много училась, провела около 11 лет в различных университетах. Затем работала на правительственную компанию, 8 лет провела в NASA, и прошла достаточно долгий путь до астронавта. Но если вы точно знаете, куда вы хотите прийти, несмотря на то, что это долгий путь, но вы будете продолжать по нему идти, вы обязательно придете к конечной цели и достигнете ее. Поэтому, когда дети мечтают о чем-то, главное следовать своей мечте. Ирина Коксенкова, Первый канал, у меня вопрос к Антону Шкаплерову. Известно, что в день выборов вы будете на орбите, и известно ли, как уже будут происходить голосования? Сказали, по закрытым каналам связи, но как именно? И вопрос от твоего... Обытов будет огромное количество. Всего на станции будет приведено более 300 опытов, 80 которых новых. На российский сегмент около 100, где-то около 60, там 62 буду проводить лично я. Ну, рассказываю это долго. Могу единственное сказать, что самая главная задача полета в космос на Международную космическую станцию, это именно выполнение космических экспериментов. Это тех экспериментов, которые на Земле в условиях гравитации выполнить невозможно. Они очень разнообразны. Это эксперименты, которые направлены на изучение, как ведет себя человеческий организм длительных космических полетов, с такой целью, чтобы увеличить продолжительное пробывание человека в космосе и в будущем для колонизации других планет. Это мы изучаем нашу, естественно, планету, вокруг которой летаем любые другие небесные тела. Мы занимаемся космической биологией, биотехнологией и так далее. То есть это большой очень... Ну, день выборов. Я думаю, вы спросите, за кого я буду голосовать, но, слава богу, это не произнесли. Вы знаете, я уже голосовал в космосе в прошлый раз, когда выбирали президента нашей страны. И, действительно, представители, обычно это глава избиркома, приезжают специально в ЦУП. У нее есть специальный такой маленький чемоданчик. Ну, он считается как урна. Есть, естественно, перечень кандидатов. Заранее нам отправляется в космос тоже перечень кандидатов. Дальше нашему представителю, вот как раз, где вот тут Дмитрий Александрович стоял. Вот он, да. Он тогда был у меня доверительным лицом о том, как будет проходить голосование, о том, что в стране это сейчас большой праздник. После этого мы перешли в отдельный модуль. Нам была выделена закрытая связь, где Дмитрий Александрович, опять же, нам прочитал каждому, ну, в отдельности кандидатов. И дальше переспросил, он переспросил, напротив кого поставить эту галочку. Ну, и дальше Дмитрий Александрович вынес из этой, скажем так, секретной комнаты наши билетни, положил их такой, ну, он, по-моему, был прозрачный чемоданчик с логотипом, естественно, с гербом России. И дальше он, наши голоса также принимали участие в голосовании. Я думаю, в этот раз ничего меняться не будет. Мы рады, что даже не будем находиться на земле, у себя, на родине, в России, в частности, мы премиум, как и все сознательные граждане. Как и все, 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 как и все. Вопросы от японского телевидения для господина Канай. Решиги-сан, вы собираетесь провести в космосе около полугода. Как вы думаете, будете ли вы скучать почему-то или может быть по кому-то особенному, кому очень привязаны? Вопросы от японской. Вопросы от японской . Продолжение следует... 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 представители россии и сша и вы могли наблюдать разногласия на международной арене и я хотел бы вас спросить как вы думаете как отношение в вашем экипаже строится в зависимости от этих разногласий и какова роль японии в working just like we are not just crew members we are like brothers and sisters working together every day for the our common goal so that's the country's background is no program it's it's a very minor thing for us just that we are humans and working together for the same goal and this is a i think this is a beauty of the space station program there's a scientific researches there's education bra 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 many many goals we have but the but the most important thing is we are as a human walking together and aiming the same goal and i think that's the most important thing for us отвечая на этот вопрос я хотел бы сказать что мы все работаем вместе достаточно давно из разных стран вовсе никак не мешает нам в совместной работе это такая мелочь на самом деле самое главное это то что мы все люди и мы все работаем вместе на благо всего человечества я думаю что в этом состоит самое главное преимущество космической программы у нас есть много различных целей наука образование но самое важное это именно то что не стоит забывать что все мы люди с одной планеты и у всех у нас общая цель вопрос антону на порту будет флаг world skills движение который поддерживает рабочие профессии издает стандарт образования в сузах какое вас отношение к world skills и как вот это движение может помочь космической отрасли по вашему мнению но к сожалению пока не в курсе что он будет находиться там меня не посвятили еще когда она может движению и к данному флагу я надеюсь на нам потому что мы сейчас проходим перед стартовой подготовки у нас очень мало времени я думаю когда прибудем на станцию я получу радиограмму где будет все расписано зачем и что это находится поэтому к сожалению ничего не могу ответить по этому вопросу вопрос антон калача дмитрий нещик контентальный хоккей и вторым сказали своим коллегам о том что что вы что это за трофей и вопрос такой определить там же местечко для то где будет стоять кубок все таки такая презентационная вещь спасибо но действительно мы взяли с собой берем с собой на борт шайбу это на который есть цифра 10 10 лет гонитарной хоккейной лиги нам космонавтам людям работающим в космической отрасли приятно что самое главное перенеса проходит на перенес кубка именно гагарина сам я очень люблю хотели люблю смотреть его в живую особенно если у меня есть возможность и я уверен что кубок и шайба они будут стоять на самом видном месте особенно когда будет проходить сами игры и мы обязательно шайбу ну точнее вернет мой коллега александр мисуркин я думаю по крайней мере в начале финальной игры это шайба который побудет будет с нами в космосе она ударится об лед и ребята смогут с ней поиграть экипажу непосредственно учитывая то что работа работой конечно но как уже неоднократно звучали вы обычные люди и все такое у меня вопрос примерно такой антон третий раз будет в космосе встречать сегодня однаждение вот как экипаж но планирует его как-то поздравлять андрей спасибо за вопрос но но я должен на пригласить буду как нормальный человек себе на день рождения к сожалению со мной не будет на и близких родных друзей но действительно это уже третий раз поэтому не привыкать как и на земле я получу подарки подарки от моей семьи там тоже будет заготовлен пакет который будет написано вскрыть 20 февраля мы как раз второго мы как раз будем ждать грузовик который прилетит накануне вот он как раз придет нам и свежие продукты и какие-нибудь бонусы это имеет кто-то что будет любить ней по земному будем праздновать поздравлять друг другу наверняка я буду получать подарки и обычно мы даже в космосе юбиляров дергаем за уши сколько ему лезть только раз за потому что слава богу то мне это не очень тяжело и уши еще пока никто не оторвал so when we get there the first few hours hopefully we'll have a very joyful greeting with everyone and celebrate our arrival and then celebrate more with a good sleep первые несколько часов когда мы прилетим на станцию я думаю что мы проведем приятное время со всеми членами экипажа которые сейчас находятся на борту приветствия as we get going as soon as a spacex should should be docking before we get there the holidays are coming up and i have some special gifts for my fellow crew members that will help us bring in the the christmas and the new year ну и так как за несколько дней до нашей стыковки с мкс туда прибудет spacex который привезет подарки для моих коллег по экипажам я думаю что мы весело проведем and i can't tell you what we're gonna do there because it's a surprise ну и конечно феврале нас ожидает день рождения самого известного командира мира антона и я не буду говорить вам что мы для него приготовили потому что это сюрприз спасибо дорогие друзья на этом эта часть пресс-конференции наша заканчивается спасибо вам за ваши интересные вопросы экипаж спасибо вам за ответы прошу вас традиционное фотографирование основной дублирующий экипаж потом основной прошу вас прошу остаться там в коридорчике антон вас попрошу подойти к стеклу я по 1 такая маленькая была где-то вот так тянулся в третке все большое спасибо антон сергей вас попрошу остаться на секунду дорогие друзья у нас есть еще один момент который мы бы хотели провести фотографирование с кубком кхл шайбы которые отправятся в космос поэтому если есть желание у представителей средств массовой информации остаться на эту процедуру то пожалуйста останьтесь а так официально пресс-конференция закончена всем спасибо две минутки перерыв всем огромное спасибо антон антон в чемоданчике лежит еще с ним пожалуйста